Привет всем, снова с вами Сахалинец. Сегодня у нас 17 июня, у меня отпуск, мы в семье приехали отдохнуть в Ветлугу и при первой же возможности, разумеется, я вырвался на рыбалку. Ну а в качестве водоема выбрал свой любимый земснаряд. В руках у меня будет ультралайтовая снасть отряда 7 граммов, а ловить буду окушка и щучку. Что и как смотрите в этом видео, поехали! Если честно, я сначала хотел брать с собой мульт, но потом посмотрел, что-то воды достаточно много, то есть у берега еще не свободен и очень зарезшая береговая зона, то есть разгуляться с мультом, сделать нормальный замах и проводку, я думаю, что не получится. Поэтому взял свою любимую Атрию Траут на 7 граммов, катушечку Стингерного Ультралайт, ну и леска, новинка Тайм Компани, это восьмижилка под названием Сейф. В сечении в самом маленьком 0,10. Комарья! Комарья, да хрена! Вот, решил здесь первым делом пройтись микроджигом. Вот, кто-то еще пытался сажать. 2,5 грамма чугараха. Вот такой замечательный пионер в размере 50. Немножко покидаю, поставлю попперы и, скорее всего, пойду дальше стоп-вотерами, потому что сегодняшняя рыбалка, скорее всего, будет посвящена именно ловле на поверхностной приманке. Вот здесь, прямо возле самого берега. Ну что ж, дамы и господа, первый метлужский окунёк. Рыбалка начинается. Как ни странно, дальше поклёвок на силиконке не было. Ну, скажем так, это был разведочный вариант. А так, я сегодня понабрал с собой всякого разного пластику. Вот он будем искать. Тем более, специально для ветлуки я понабрал, понакупал разного поперья. Начнём вот с такого, наверное, маленького, от флагмана, который называется своки. 40 миллиметров. Кстати, в ту берегу, это какая-то активность рыбы есть. Попробуем похлюпать. Именно здесь я и полюбил топ-вотеры. Потому что я попадал несколько раз на достаточно неплохие раздачи окуня, который просто обожал. Особенно мегабас Бэби Поп Икс. Но его пару раз отгрызал шука, поэтому взял и поставил поводок. О, вот что-то. Прямо здесь с самых ног. Ох! Это, по-моему, шнурочек, ребят. Если не ошибаюсь, это был выход шнурка. Так что, не напрасно я поставил поводочек. В принципе, рыба промазала, не укололась. Так что, есть шанс на то, чтобы ее доловить. На Поппер выходить повторно. Она что-то не захотела. Может стесняется, может еще что. Может просто лень выходить к поверхности. Постарый вот такой вот максимально яркий Косодако и он. То бишь, что-то у нас сридж, по-моему, да, копия. Вот. Если она не хочет наверх, мы попробуем приманку поглубже к ней провести. Сейчас утро. Вода темненькая. Поэтому решил поставить яркую приманку. Опа! Есть эх, сход. Нет, не сход. Не сход. И, кстати, это не щука. Это такой вполне нормальный такой себе упитанный Акунидзе. Вот такое вот начало. Такое вот доброе утро. Ладно, ребята, короче, ставлю его опять обратно Поппер. Все-таки очень нравится мне этот вид приманок. И хочется именно на него половить. Попробую вдоль берега походить, побросать. Если уж не пойдет дело, будем ловить на какие-то другие приманки. На те же воблеры или там микроджик. Но пока, но пока. пока будем Попперить. Ух! Выходит еще одно по себе шнурка такой с выпадом с выбросом. Видно, сидит прямо возле самого берега. Поэтому положить приманку А, есть! Максимально правильно этот залог удачной проводки. Ну, такой неплохой шнурочек. Да. Да все, ты поймалась. То есть, вот прям вот непосредственно надо положить под самый-самый бережок. Вот так, то, как мы можем. Да. Максим, смотрите, утречка она еще ей жарко, видно. А, пухни, зараза! Так, так, так. Все, поигрались, хватит. Конечно, это не окунь, но тоже приятно. Ну, что ж, достаточно такой неплохой упитанный шпачок. Взял на Акару бурц 55 миллиметров. Ну, вот, такой папирок взяла щучка. Он мне максимально похож на Амегабас Baby PopX. И, кстати, один такой у меня сожрал, по-моему, жерех в районе Дзержинска когда ловил на Бабинском затоне. Был мощный выход, удар. Только бизжжжжжжи, язык вскりcycles все. А что, несмотря на то, что Popr у нас рабочий, мы его заменим, потому как у нас всякие разные еще имеются. Надо же разлавливать. Кстати, у меня есть целое видео, посвященное заказу из П Xianglin.ru как раз я покупал именно Туплотеры именно для рыбалок и именно вот здесь вот потому что еще раз повторюсь ловля на все же все возбужденные попперы здесь вот на зевснаряде это просто обалденное занятие тем более сейчас лето рыбка активная вот и посмотрим ловить на одну приманку конечно это хорошо но всячески экспериментировать и разлавливать новые облик и это по-моему что же прикольно кто-то в траве себе пица кстати съемки мне нравится пока как работает достаточно неплохо хлюпает знаете есть попперы которые заныривают то есть по идее такого быть не должно я пойму что они ловят то же самое на карта предыдущий он мог через раз через два уходить под воду это не нравится а кстати еще прикол циеки это его внешний вид так вот шара здорового у него глазища я покупаем и здесь можно кстати попробовать половить микроджигом потому что здесь песчаная коса и вполне возможно опушок стоит поглубже и ребят не знаю видно или нет здесь малька возина крутится дофигища вот такие маленькие там сантиметра полтора а утра то какой шикарная ночь еще прохладный конечно поэтому я делал это у короче такой фигни сверху вот но чувствуется то что день будет жаркий над озером точнее над карьером туманчик разгоняется птицы поют все-таки отпуск это здорово а отпуск который проводишь за своим любимым занятием это здорово удвоение в десятерне в сто крат проводка у попера достаточно простая это монотонные вот такие вот рывочки частоту подбирайте сами бывает только не реагирует именно на частые вот такую быструю анимацию а иногда надо притормозить особенно если щучка то есть в месте где предполагается стоит хищница можете сделать паузу но зачастую так бывает пуклевка в общем экспериментируем с проводкой но это все это дело зрелищно это все происходит у вас непосредственно на глазах класс вот впереди прям замечательное место я вижу замечательное место потому что вот затопленные кустики сто пудов под ними должна стоять рыба если конечно будет передо мной еще никто не прошел потому что она настолько явно и думаю каждый спеллингист бы попытался его обработать вот разловили мы с вами попер от суёки вот таким вот вот шнурочком он сам 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 внутрях скушенный на тех как-то надо его извлекать из этой зубастой пасти давайте еще раз покажу этот пирог честно говоря мне очень понравился он этот суёки название зоки 44f очень стабильно играет и поэтому могу смело рекомендовать всем поклонникам топ-вотерной рыбалки ну а шнурка жалко потому что он был очень жадным заражал прям в гланды и к сожалению получил травмы несовместимы с жизнью но но я сюда приехал не один я сюда приехал в таком как семью еще с котами то что все пойдет в дело еще один папирок еще одна известная фирма на сей раз это страйк про название попера щас секундочку карман посылка приманки так хрен знает поп не знаю потом вставлю название когда же буду делать мувик бьется бьется шнур не я нифига ты пойдешь знакомиться с бенедиктом и шелдоном бенька молодец бенька приехал в ветлугу сразу же освоился начал ходить гулять а вот шелдон к у меня без дюка причем без дюка с большой буквы потому как постоянно сидит под диваном как приехали забился он по свой диван там и будет жить скорее всего до окончания поездки в ветлугу что с которым я точно не знаю потому что он у меня уличный ну может как это психологическая травма детства боится он всех хорошо забросил вроде там про собрание что ли на первой же проводки медленным хлюпом так давай девочки ты не надо металл пустыли о это зараза так залезла по средности куда-то под ветки сейчас надо ее оттуда выковыривать принципе сойдет не жалко зашипился шнурком легал чтобы приманку не потерять планеты ребята это это достаточно хороший окушок неожиданно и приятно потому что все таки я сюда больше пришел за окунем нежели за щучкой вот такой вот полосатый мазафака красавчик я надеюсь не будет нарушением и градаций моих приманок после пока первой поимки и попробую еще на strike pro потому что лучше на первой проводке даже не понял насколько он рабочий кстати у этого попера достаточно громкая погремуха в отличие от предыдущих ну так пожалуй наверно на четверочку потому что все таки он немножко подныривает ну все нормально далеко кстати выбирала себе где-то по принципу 40-50 по размеру и весом чтобы в тест до семи граммов складывался вот видите рывка 3-4 он провел под водой что для попера ну как бы не очень хорошо конечно рыба может быть и схватит его но все же поппер должен хлюпать в первую очередь мегабаза сегодня взял потому как баяна и надо сказать что это не открытие сезона потому как открытие состоялось недели раньше на юхро приехал с лодкой в право 2 комплекта мульт под щуку и поду ухтоп Ох, ё-моё! Исход! Ах ты ж, зараза! А чё нельзя-то? Вот, и ультралай взял под простящий хвостик, под окуня, вот, но, к сожалению, я не знаю, что случилось у меня там с флешкой, приехал домой, у меня весь практически материал был похерен, по какой причине, затрудняет сказать. Осталось лишь несколько кадров, и пока я выгибаю обратно струну, предлагаю, чтобы вы посмотрели то, что осталось с той рыбалки. Напомню, что это была ловля с лодки. Не понял. Поклевка, что ли? Действительно, чупак. Я сколько здесь твичил, поклевки не было. А смотрите, начал подматывать просто на равномерку. Как раз ещё подумал, блин, интересно, а если равномеркой тащить будет результат или нет? О, господи, а мелкашка... Ай. Тьфу, блин, подожди ты. Вот такая вот щука джуниор на мегабас x80 джуниор. Интересно, вот это чисто совпадение? Или же сработала равномерка? Погода вообще сегодня изменчивая, хотя, почему сегодня? Ещё вчера МЧС предупреждали о возможных грозах, то, что вообще ливень должны были смыть половину нижнего тут за сутки. Вот, ночью встал, посмотрел, вроде асфальт сухой, думаю, поеду, потому что, ну, очень хотел сюда, вот, вот, прям рвалось, блин. И в течение дня, конечно, ну, не дня, а утра сегодня, да, вот, ветер то в спину, то в лицо, то в бочину, то ясно и жарко, то набегают тучки, вот. Вполне возможно, что из-за этого рыба-то, в принципе, и бастует. Вот, потому как такая тишина, но всё равно ощущение лета, ощущение кайфа, оно присутствует. Это самое главное на рыбалке, по-моему. В принципе, если бы хотелось рыбки, я бы вам поишёл куда-нибудь на рынок докупил, да? А тут вот побаландаться, веслами помахать. Сейчас вот где-нибудь перестану ещё бутерброд, сожру с чаем. Да, блин, это бесценно, это самый кайф. Именно вот это вот общение с природой. Ну, как вы можете видеть, я поменял не только сторону, но и снасть. Ловлю зерно ультралайт, потому как мульту не отдал бороду, и распутывать его, честно говоря, охоты большой нет. Ну, будет заодно проверочка для шнура АМ Компани, number one, safe. И поставил вот такой вот интересный боблеровок, он был у меня вообще в фаворитах. Это, опять-таки, имакатсу, только на сей раз винт киллер убил. Ловит у меня, ну, практически всё. Окунь, щука, разумеется. И была даже поимка одного езя на ветлуге. То есть, замечательный составник. Если рыба есть, то, в принципе, думаю, что она на него должна позариться. Есть. Я же говорю, что эта штука, блин, поймай даже в унитазе, но, блин, сглазил. Потому что сход. Поменяю Косодаку на Shading X от Megabass. Он, вроде бы, и горизонт лучше держит. Да и на рыбку, похоже, больше сверкает. Может, такая игрушка больше понравится. Окунь. Надо экспериментировать, надо искать. О, и летит подальше. Опа, есть. Есть. Ох, что-то хорошее. Это не окунь, наверное, за которым я шёл. Нет, это что-то более солидное. Думаю, шипачок, наверное. Да, чупарик. Чу-мой хороший. Не ожидал, сейчас скажу. Думал, всё-таки и рассчитывал больше на окуня. Но ничего. Как-то, цело-концов, щука тоже рыба. Хоть и маленькая. Ты мне под лодку не надо заходить. Ты туда не ходи, ты сюда ходи. За самый краешек. Потому что проводок-то было бы быстрее. Хватит, ты моя. Иди сюда. Вот она. Красавица. Вот такой вот шейдинг кис. Что пить? Она и что-то нажрала. Что-то жрёт она. А взяла, видите, как. За самый краешек. И, кстати, говорят, что щуки меняют зубы сейчас. Я бы и не сказал. Там вон. Много-много острых, каких-то, торчащих штучек. Не, на самом деле, ну чем, блин, не малюк, да? Вот, наверное, чем отличается настоящий японец от китайской подделки. Качеством. Даже щука не смогла понять, что её, наверное, налюбили. А, сменю всё равно. Поимка есть. Следовательно, можно поставить другой воблерок. Чё, у меня в коробке пылятся, да? Воблер должен быть в воде. Он должен щуков ловить. Вот. А поставлю я вот такой вот джакальчик. Это у нас скверл. Спишечка. Младшенькая. Ну, чё, джакал? Иди, может быть, ты окуня мне принетащишь. Как-то нехоть он полетел. Вот, чё-то я немного не понял. Я записал поимку этого щупака или не записал? Блин, кстати. Сволочь, он мне резанул. Орезанул, когда пытался посмотреть, где у него воблер. Сейчас продемонстрирую. Ну, я её прям чуть лодку не запрыгнул. Сейчас, ребят. А, что это такое? Смотрите, прям в шахту. Самые жабры практически взял. Жадный какой шнурочаная. И порезал ещё. Скотина. О, нормальную позицию занял. Местички, вроде, такое неплохое. Комары бляха-муха, вот комары вообще зажирают. Даже с учетом того, что реперентом обшикался. Какое-то время. Вроде помогало. А потом опять ему это жрать настолько охота, то что они плюют на всю химию. Суровые бетлусские комары. Так, не понял, где рыба? Это кто-то вот прям передо мной хотел сожрать его или шуганулся. Кстати, потихонечку, помаленечку начинаю подходить к своему любимому месту. Вот. Вот оно. Сейчас загадывать с сельском не буду. Воды дофига. А и нету той растючки, которая обычно здесь находится. Но вдруг, вдруг рыба уже пришла сюда. Так, это уже больше похоже на окошко. Своки, кстати, с которой я начинал. Может быть, поппер нужен маленький. Порой этот размер тоже имеет значение, правильно? Единственное то, что он без этого, без оперения. Надо будет как-нибудь из подушки повыдирать перышков. Да, ставить ему в попу. Кстати, прикол, если вот таким дергингом тащить его, как с меттовати, то он идет как волкер. Влево-вправо, влево-вправо. Может, в этом его фишка? Да нет, ну что, я дурак, что ли? Да нет, вроде бы поппер. Ну, здесь себе, вот реально, как волкер. Опа, видите, как плавник, так лук. Ам. Так, ну, Рио. Вот, пья. Вот такой вот шнурок сожрал наш поппер, который не до поппер, не до волкер. Сейчас постараюсь его максимально аккуратно отпустить. И пусть побежит. Ну что, флагман тоже сработал. Ну, блин, ребята, где же окунь-то, а? Где этот полосатый мазафака, который так хочется половить? Бывают такие рыбалки, то, что приходишь сюда и ловишь окуня. А бывает, как сегодня, день шнурка. Нет, клюет, это уже кайф, конечно. Нет, ну, летит, конечно, этот поппер. Просто замечательно. Ну, как его сожрал этот чупачок, так. Ам. Без всплесков, без силов, просто так. Дельфинчиком херак. И нету поппера на поверхности. Опа, и смотрите, это что такое? Это что у нас еще? Господи, кто это? Опять такой же, брат, только еще поменьше. Но активно как схватил-то, а? Вот тут еще какая-то икра. Ай-яй-яй. Не хочу я вот, не взял ее. Хотя есть у меня дома маленький, маленький липечек. Что-то постеснялся его все не взять. Вот так. Ладно, доказал он свою ловистость. Будем менять. Рубиконский поппер. Недорогой. Но в то же время прекрасно ловит. Блин. А за счет веса еще и летит далеко. Сменили приманку, получили поклевку. Не хочет даже уходить. Вот такую. Нет, ребята, даже покрупнее, чем было. Тоже смурочек, небольшой, но сегодняшний, так сказать, big fish. Резвый. Смотрите, на волкер не хотел, а на пуппер пожалуйста. Сейчас немного усанет, буду брать. Ага. Резвый. 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 Ну что, норм. Вполне нормальный. И причем, смотрите-ка, взял сразу же, как только поменял Волкер на Поппер. То есть сегодня ей хочется, чтобы что-то хлюпало. Вот он, этот Попперок, хлюпконовский. У меня их несколько. То есть не знаю, это было совпадение. Или же не совпадение. Но буквально на первой проводке Поппера Чукка все-таки потеряла контроль и вышла. А что самое прикольное, приманка-то недорогая. Из класса очень бюджетная. Поэтому даже если сжарет, то фиг с ним. Купить такую же не проблема. Смотрите-ка, пожалуйста, следующий экземпляр. Рубик он рулит. Вот жадина. Так, ну этот вроде бы схватил не критично. Так себе. Небольшой пирсинг в верхнюю губу получил. Попробуем. Его безболезненно достать. Хрущенько будем отпускать. Ибо не кондиция. Ну давайте посмотрим вот такой еще один гибридик. TD Pencil от Dive. Вся фишка заключалась в том, что когда много-много лет назад я приобрелся этот лодкирок, мы с ним приехали в Новопокровске, я его ставлю. Отец, ну нафиг, ну что это вообще за приманка? Кто на нее клюнет? И у меня с первого же заброса... Ух, блин, а видели, да? Кто-то это промазал. Ха-ха-ха-ха. Два выхода. И с первого заброса у меня все. Да, свичка на несколько кило. Нет, два раза атаковал, но мимо. Все что ли? Не хочет больше. Вот тоже кто-то видно, типа, бестолкового шнуря. На третий раз все-таки сел. Кто-то у нас шнурок, наверное? Шнурок, наверное. Шнурок, господи, ой, где шнурка? Вот два раза ему все-таки предлагалось уйти нормально. О, какой. И вон приманка внутри, блин, как бы... Ээээ, по-моему, он в жабры взял. А если в жабры, не знаю, как его выпустить. Во все стороны дриснул малюк. Вон, значит, здесь есть хищник. Волкеры что-то перестали работать. Поэтому поставим поппер. И снова у нас в бой пойдет. Цвяки. Пока что я могу его назвать лучшим приплетением среди топ-отеров в моем арсенале. Да, в последнее время. Ну, реально, вот, булькать на каждом рывке. Не сглазить бы. А ведь там эти я проводил уже волкером. Смотрите-ка, причем раза три проводил. Поставил поппер на первый же хлюп-хлюп-хлюп-хлюп. Бабах. И сидит таких достаточно хороший шупачок. Вот вам и поппер. Вот вам и цуёки. Все-таки попперы рулят. Рязвая, рязвая. Да. Им все-таки нужен эффект именно хлюпанья. Давай свечку. Ну, на хвост. Ну, родная. Давай, давай, давай. Отчика. Ну, не хочет, что ли? Не хочет. Вот такая вот очередная красавица. На цуёку. Глазасый такой воблер. Ну, поппер-воблер. Все равно ведь к воблерам относятся. Не близна же. Ну вот, поставил снова поппер от компании Акара. И, наверное, буду завершать сегодняшнюю рыбалку. Ну, не то, что надоело, а просто всему надо иметь меру. А сегодня я порыбачил достаточно хорошо. И делаю выводы, что можно сказать. Попперы работали лучше. Такое ощущение, что щука глухая. Волкера она не видит. О, малюха сбегается. А на попперы вот она как-то выходит более охотно. Комарья много. Но рисомит спасает. Так что рыбалкой я сегодня очень доволен. Время еще восьми нету. Сейчас повезу домой. Можут просить девчонок, чтобы сделали какой-нибудь вкусный завтрак. Чего-лица, люблю повеселиться, особенно пожрать. Вот, ну, это только первая рыбалка. Если позволит погода, в ближайшее время еще куда-нибудь смотаюсь. А с какой снастью пока еще не решу. Может быть, это будут Кремки и Волга. Пу, Волга, Ветлуга. А может быть, на соседнем вот здесь есть небольшие озерца с карасем и всякой мелочевочкой. Может быть, туда смотаюсь с мармошингом. Ну, не исключено, что я сюда вернусь. Потому что, ну, люблю я один снаряд. Просто замечательный водоем. Ну, вот положил. Вообще идеально. Если сейчас не будет поклевки, я черт его знает, тогда что делать. Только кустов. Ну, лучше даже и придумать невозможно. Может, уже просто клев кончился. А может, вот она. Эй, не выдержала. А кто у нас тут? О! А это тот, за кем я сегодня и приходил. Так что весьма сильно лично, что последним в нашем фильме сегодняшнем будет поимка вот такого замечательного окушка. Все. Теперь я доволен. На этом разрешите отканиться. С вами был Сахалинец. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok